Добрый вечер Специальный репортаж мы не случайно начинаем здесь, за моей спиной школа. В Сергеевском районе не первый год бытует традиция. В начале и в конце учебного года глава муниципалитета собирает совещание с руководителями всех образовательных учреждений. Не отошли от этой традиции и в 2016 году, 31 августа, накануне Дня знаний, состоялся такой круглый стол. Тема номер один – готовность школ и детских садов к первому сентября. Диалог начинался с объемной аналитики. Говорилось прежде всего о судьбе выпускников 2016 года. И озвученные цифры не могут не радовать. Напомним, в этом году единый государственный экзамен сдавали почти полторы сотни наших юных земляков из 14 школ района. Причем, как никогда часто, выбирали они для сдачи такой школьный предмет, как физика, выказывая свой интерес к техническим специальностям. 131 выпускник 2016 года уже именуется студентом вуза. И большинство из них остались учиться именно в Самарской области. Результаты неплохие. Количество медалистов, если брать процент, на отношение оно выросло. У нас небольшое количество выпускников, 156 в этом году, но количество медалистов 27-19% из них получается из общих выпускников. Это наши медалисты. Все у нас дети поступили. Результаты достойные. Количество стоп-бальников 4. Это не может не радовать. Еще раз подтверждает уровень высокого профессионального образования в Сергиевском районе. Мы это, безусловно, поддерживаем. Снижения нет. Есть рост среднего балла по всем предметам технической направленности больше. Это как раз о том, о чем говорит наш губернатор. Наши дети выбирают эти направления и успешно сдают единый государственный экзамен. Порадовали по результатам прошлого учебного года и ученики еще далекие от выпускных хлопот. К примеру, воспитанница учреждения дополнительного образования «Поиск» стала лауреатом премии президента Российской Федерации. Трое школьников получили премии губернатора Самарской области. Достойно представили свои школы олимпиадники. Пятеро ребят стали призерами масштабных научно-практических конференций. Таким успехом, кроме прочего, конечно же, способствует уникальная среда, в которой занимаются дети. Здание и инвентарь школ Сергеевского района соответствуют сегодня всем нормам и требованиям. Там, где еще есть пока недочеты, работу ведет специальное муниципальное учреждение, созданное несколько лет назад, чтобы разгрузить руководителей школ и детских садов в ремонтно-хозяйственных вопросах. По общим оценкам, эти специалисты со своей задачей справляются. Благодаря этому учреждению оперативно решаются все острые моменты. Благодаря этому учреждению, сегодня, как видим, они читаются по всем направлениям. Это головная боль снята с директоров, и они занимаются чисто учебным процессом. Это дает им, наверное, возможность больше времени заниматься нашими детьми, внедрением новых их-то программ. И, как мы сегодня видим, результаты очень достойные. Поэтому учреждение себя полностью оправдывает. Бюджет у него, конечно, невелик, но его хватает для того, чтобы подготовить школу к новому сезону, чтобы в течение года устранить какие-то аварийные ситуации, чтобы бесперебойно наши дети ходили в школу. В ходе учебного года ремонтные бригады отработали 171 заявку о неполадках в образовательных учреждениях. Летом состоялись текущие ремонтные работы. Это обустройство где-то козырька, где-то крыльца, крыши, детских игровых комплексов. Было спилено 54 старых дерева. Вовсю идет подготовка к отопительному сезону. В 2016 году будет закуплено еще два новых школьных автобуса. Всего же этот парк сегодня насчитывает 28 единиц, оснащенных системой ГЛОНАСС. Из крупных новшеств на совещании, конечно же, обсудили ход капитального ремонта второго корпуса Сергеевского образовательного центра, средства на который были выделены областным правительством и районом. В связи с графиком поступления средств из области работы начались в июле, и уже в начале сентября было решено начать занятие. Работа на завершение. По контракту у нас 15 сентября. Сегодня мы говорили со строителями, мы должны раньше закончить. Немножко неделю может где-то потерпеть неудобства родителям и ученикам, но контракт 15 сентября, контракт, мы постараемся вернуть к пятому, шестому, максимум к седьмому числу, завершить все работы, и уже чтобы это полностью функционировало здание. В здании были полностью заменены инженерные коммуникации, оконные и дверные блоки. Проведен ремонт крыши, утепление и облицовка фасада здания, внутренние отделочные работы в кабинетах и коридорах учреждения. С 5 сентября все помещения этого учреждения, кроме спортивного зала, будут готовы к полноценной эксплуатации. А финалом совещания 31 августа стало подведение итогов ежегодного районного конкурса на лучшую подготовку школ и детских садов к новому учебному году. Третье место в этом году досталось Елшанской школе и детскому саду «Петушок» поселка Сургут. Вторыми стали Сургутская школа и Суходольский детсад «Золотой ключик». Лучшими были признаны Суходольская школа номер один и Суходольский детский сад «Аленушка». Победители получили денежные сертификаты. Что ж, у Сергиевского района вновь есть повод гордиться своей системой образования. Программа «В ритме времени» поздравляет всех, причастных к образовательному процессу, с началом нового учебного года, нового цикла, в конце которого мы уверены, мы сможем рассказать о новых успехах и свершениях. Екатерина Фарисея Ермакова, Руслан Зубарев. Программа «В ритме времени» специальный репортаж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова